Кроме радужных маршев об успешном контрнаступлении и о том, что крепись за границей нам поможет, встречаются в украинских СМИ редко, но вот и такие публикации. Статья в журнале «Зеркало тижня». «Зеркало недели. Инерционный сценарий для Украины, а вдруг все закончится плохо», где эксперты показали, что может произойти с их страной при плохом сценарии развития событий. По их мнению, весной 2024 года Запад устанет от Украины и заставит правительство пойти на переговоры с Российской Федерацией. На этом завершится активная фаза боевых действий. Далее уменьшится финансирование Украины, что приведет к девальвации гривны и плавающему курсу. Это приведет к инфляции, а внешний торговый дефицит вскоре достигнет своего рекордного значения. Большинство секторов промышленности войдет в стагнацию. Люди будут собираться в больших спокойных городах, что приведет к дисбалансу и социальному напряжению. Будут богатые и бедные регионы. В богатые регионы будут приходить инвестиции, в то время как в бедные не будет смысла вкладывать средства. Люди оттуда все равно будут уезжать. Приедут из Евросоюза те, кто не смог там устроиться, и поэтому значительно возрастет нагрузка на социальные сферы. А финансирование уменьшится. Для борьбы с дефицитом бюджета возрастет фискальная нагрузка, что уведет оставшийся на плаву бизнес в тень. Соответственно, растет коррупционная рента на закрывание глаз на это. В обществе неизбежно усиливается запрос на справедливость. А большая коррупция в стране, слабый рост экономики и ограниченные бюджетные ресурсы еще больше усиливают социальное напряжение и протестные настроения в обществе. В том числе со стороны участников боевых действий и ветеранов. В 2025 год страна входит с уже разрушенной экономикой. Украину не берут в Евросоюз и НАТО, оставляя буферной зоной между Евросоюзом и Российской Федерацией. Украина получает от Запада кредиты под 0% на 25-30 лет для инвестиций в разрушенную инфраструктуру. Но с условием. Ее восстанавливают западные компании. Технологический разрыв Украины и западных стран углубляется, миграция продолжается. Вместе со снижением рождаемости это приводит к демографической катастрофе. А вот теперь самое главное. В конце статьи проводится опрос, в котором задается вопрос, а вдруг все будет плохо. И дается в процентном отношении степень этого плохо. Так вот, 49% украинцев считает, что да, все будет очень плохо. А еще почти 30%, что просто плохо. Посмотрите, согласно этого опроса, 80% украинцев не верят ни во что хорошее. И ожидают, что поствоенная жизнь на Украине будет плохой. Но никак это не вяжется с победными реляциями в большинстве украинских СМИ о том, какими они станут успешными благодаря победе над Россией и помощи Запада.